Дорогие друзья, всем доброго времени суток. С вами Валентин Медведь и сегодня мы будем делать чайную пиалу. Для этого нам понадобится высококачественная глина, которую я сейчас достану из пакета. Почему глину нужно хранить в пакете, чтобы она не высохла? Берем большой кусочек и отделяем от него меньший. Отделять необходимо таким образом, чтобы глина не вобрала в себя воздух. Поэтому я вначале вот таким образом прижимаю, потом отрываю и излишки прячу в пакет. Закрываю его, чтобы она не высохла. У нас получится достаточно крупная чашка, но так вам будет виднее и интереснее. Когда мы готовим нашу глину для дальнейшей работы, то есть создаем заготовку. Необходимо исключить все вот такие заломы, чтобы она была ровненькая. Скатываем шарик, ну не прям идеальный подшипник, не обязательно делать точную форму, но этого уже достаточно. То есть вся керамика, она начинается из шара или же из круглой формы, будь то посуда, горшок или же какой-либо другой предмет. Все, готово. Теперь вот таким образом создаем в руке лодочку и делаем углубление в центре. Углубление делаем большим пальцем, потому что он у нас самый силовой. Потом начинаем при помощи указательного пальца и вращения по кругу расширять наше отверстие. Вот оно уже становится шире. Чтобы добавить немножечко скольжения, капелька водички вовнутрь и смачиваем вот эти внешние и верхние стороны. Для чего? Для того, чтобы исключить растрескивание глины. Здесь необходимо контролировать, чтобы не порвать насквозь. Поэтому мы чувствуем вот этой вот частью руки, насколько у нас тонкий получается участок глины, где у нас будет дно. И здесь я уже ускоряюсь. Заметьте, я имитирую процесс, как это делается на гончарном круге. Но уникальность нашего изделия заключается в том, что оно будет полностью сделано вручную. Я начинаю с нижней части и постепенно вот такими движениями я регулирую толщину. Давить сильно не нужно, потому что это может сразу повести всю форму и она будет кривая. И постепенно выхожу вверх. Видите, она все шире, шире и шире. Теперь я прохожу и контролирую весь участок, всю поверхность нашей чашки, нашей пиалы для того, чтобы она была более или менее равномерная по толщине. Я не буду идеально выглаживать ее, потому что идея заключается в том, чтобы было видно, что это ручная работа и в этом вся прелесть. Такую чашку, такую пиалу можно рассматривать, всматриваться в ее текстуру, фактуру. Потому что после обжига она будет еще молочиться и все вот эти вот участки, где у нас углубления, они будут более темными. Которые выпуклые, они будут более светлыми. И такое изделие оно будет носить такой прям оттенок души, душевности. В общем, оно будет живым. Все, можно считать, что пиала фактически готова. Для того, чтобы отрегулировать высоту, я слегка приподнимаю над поверхностью и бросаю буквально пол сантиметра или сантиметра. Видите, край выровнялся. Теперь я его прохожу пальчиками и сглаживаю для того, чтобы учесть этот момент, что вот эта часть будет прислоняться у нас к губам. И чтобы было удобно. Мы можем даже, когда она подсохнет, просмотреть, насколько кромка у нас закругленная и эргономичная с точки зрения использования этого изделия для питья чая. Все. Донышко у нас тоже выравнивается. Если немного подождать, то на этом изделии можно наносить рисунки. Рисунки я здесь заготовил несколько различных штампиков, которые также сделаны из глины. Вот такие они. Вот ими можно создавать различные дополнительные узоры. Также очень удобно вспомогательная вот такая вот палочка. При помощи этой палочки можно дополнительно пройти и создать плоское дно, чтобы чашка наша не переворачивалась. Так, этот штампик не подойдет. Мне вот этот, наверное, подойдет. Вот смотрите, как можно двойное использование стека для керамики. Вообще изначально это стек для работы с деревом, но на краешке здесь... Сейчас я немного смочу и будет видно рисунок. Не особо видно, но поверьте, то, что вы сейчас увидите, вам должно понравиться. Не слишком придавливая краю, мы просто прокатываем нашим стеком и получается у нас орнамент. Сейчас доделаю и я покажу, что получилось. Не сошелся край, но и не страшно. Можно пойти и дальше продолжить вторым рядом. То есть это не просто создание чаш, это еще такой элемент арт-терапии, который позволяет почувствовать свободу и делать так, как чувствуете, делать так, как вам нравится. Вот здесь опять не сходится и хорошо, пускай до определенного какого-то уровня, может быть до середины пиала. Вот видно уже, что здесь получается вот такая текстура. После обжига и после молочения она будет темненькая, будет красивая и будет неповторимая. Придерживаем рукой, чтобы она легко вращалась. И прокатываем. Сейчас еще сделаю один виток и, пожалуй, остановлюсь. Все, сведем на нет и этого достаточно. Теперь немножечко пройдемся по нижней части, чтобы она тоже была интересная. Вот все скрытые моменты изделий, это как душа изделия. То, что вроде бы не видно, а вот переворачиваешь со дна, смотришь, а там тоже что-то нарисовано, что-то изображено. И это очень приятно всегда, как такая скрытая изюминка. Видите, ничего сверхъестественного я не делаю, я просто повторяю движение рукой. Вот опять не сошлось, но и не страшно. Повторим еще, сделаем чаще. Получится у нас уже такое солнышко. Видите. Такие изделия, они энергетически заряжены положительными эмоциями. И кто в это верит, кто это чувствует, тем не нужно доказывать. Достаточно просто взять такое изделие в руку и просто почувствовать его. Дальше работу пока можно завершить, потому что глина очень влажная и что-либо сделать, выгладить как-то вот края. Вот эти вот края я бы с ними еще поработал. Для этого нужно подождать минут 10-15, пока она подсохнет, станет более твердой и можно будет ее довести. Здесь можно что-нибудь написать, какое-нибудь благопожелание или просто поставить свой штамбик автора, мастера. Все, вот такая чаша. Оно вполне подойдет для питья чая. Всем, кто смотрел, кому понравилось, я благодарю и желаю хорошего настроения. С вами был я, Валентин Медведь. Мастерская «Степной дух». И прекрасная Юлечка и Денчик. Конечно же, при поддержке прекрасных друзей. Спасибо за классный мастер-класс. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok